В павильоне Азербайджан на ВДНХ прошел фестиваль «Москва-Баку. Два города любви», приуроченные ко дню города Москвы. На четырех ведущих площадках ВДНХ под открытым небом национальный павильон Азербайджана представил для москвичей и гостей столицы программу, в которую вошли и азербайджанские танцы, и шоу с торжественной традиционной подачей азербайджанского шахплова, мастер-классы по украшению азербайджанских сладостей, шоу по приготовлению кутабов и азербайджанского плова в Казани. А в павильоне «Макет Москвы» состоялось главное событие этого праздника – презентация фильма «Культурные мосты России и Азербайджан». Вот этот праздник, День города – это общегородской, очень масштабный праздник, и мы решили, что мы не должны остаться в стороне, поскольку павильон Азербайджан становится уже неким центром протяжения всей Москвы. К нам со всей Москвы съезжаются гости, некоторые по несколько раз очень любят к нам приходить. И вот фильм «Культурные мосты Азербайджан-Россия» – это как раз фильм о тех серьезных культурных исторических связях, которые есть между нашими странами. В чем они заключаются? Можно много говорить об этом, очень много разных есть сфер, в которых Азербайджан и Россия очень благотворно сотрудничают. Но самое главное, ведь между нашими странами есть личности, личности мирового масштаба, которые принадлежат и Азербайджану, и России. А почему в павильоне «Макет Москвы» вы спросите? Потому что мы как раз отмечали локации внутри Москвы, в центре Москвы, отмечали те места, которые связаны с личностями, выходцами из Азербайджана. Например, это посольство Азербайджанской республики в Российской Федерации, это сквер Муслима Магомаева, это памятник Ростроповичу, это бюст на семи и так далее. То есть все те люди, которые, можно сказать, золотыми буквами вписали свои имена уже в историю наших двух стран. Эта работа демонстрирует глубокие культурные и исторические связи между Россией и Азербайджанами, является торжественным посвящением городу в честь юбилея. Фильм представляет из себя виртуальный экскурс по историческим локациям в центре Москвы, которые связаны с выдающимися личностями, выходцами из Азербайджана. Программа на этом празднике, который делается именно павильон на ВДНХ, наверное, является самой яркой и интересной среди всех остальных павильонов. Там больше, знаете, торгуют, а здесь такие прекрасные песни, такие прекрасные танцы, и одновременно даже путчивают людей азербайджанской кухни и дают возможность это все распробовать. Красивейший сам по себе павильон, активнейшая работа организатора, прежде всего, Садат Кадырова, который здесь все это организовывает, и очень красиво, правильно все это сделано. Фильм нам тоже очень понравился, очень хорошая идея. Я думаю, что нужно ее разливать и давать всю эту большую палитру, а все эти места, которые связаны с выдающимися людьми азербайджанами, деятелями культуры, политики, мне было бы интересно узнать здесь тоже историю, что связано с Гидаром Алиевым, с Ильхамом Алиевым, с Мехребан Алиевым. Они же жили в Москве, а здесь тоже работал Ильхам Алиев, МГИМО. Дать эту палитру было бы, я думаю, очень-очень интересно. Сегодня мы посмотрели очень интересный фильм, сделанный непосредственно директором ВДНХ, павильона азербайджанного ВДНХ, о улицах Москвы, которые каким-либо образом связаны с Азербайджаном. И знаете, я даже для себя узнала что-то новое, интересное, и безусловно, я посещу эти места, в которых я ранее не была, и не знала, что они каким-то образом связаны с Азербайджаном. И я думаю, те, кто его посмотрит, тоже откроют для себя что-то новое, ведь там не только показаны эти улицы, названия, но и рассказывается история, как они созданы, для чего они были сделаны. В общем, такая интересная предыстория, о которой ты понимаешь, почему именно в этом месте находится памятник или какой-либо дом, связанный с Азербайджаном. Отметим, что два дня в рамках организованной мини-ярмарки можно было попробовать традиционный азербайджанский чай с лучшими образцами сладостей азербайджанской и горской еврейской кухни, а также приобрести продукцию азербайджанских производителей.